Здравствуйте! Сегодня у нас на ремонте вот такой вот партнер 350 человек принес к нам с причиной поломки заводится, как он объяснил, но при нажатии на газ пила сразу же глохнет мы вынесли, завели, действительно пила на холостую работает но только на газ коснешься, только чуть-чуть добавишь, сразу же глохнет причина нам, конечно же, уже знакомая, причина нередкая, довольно частая поломка встречается. Первое, что в таком случае вы должны сделать, это достать фильтр с бензобака и посмотреть, если же фильтр забит, поменять его на новый фильтр топливный и попробовать завести. Возможно, ваша проблема сразу же уйдет если не ушла, то, скорее всего, забит карбюратор или же расстроен если расстроен, то смотрите видео, как настроить карбюратор если же забит, то сейчас, как я думаю, потому что здесь, скорее всего, он забит потому что пила прямо сразу глохнет. Такое ощущение, что все топливо не поступает сейчас мы разберем. Так, что мои действия? Я снял крышку, она держится на трех винтах можно под обычную плоскую открытку. Дальше, ничего здесь не трогаем, снимаем вот эти болты, откручиваем два вот этих болта. Здесь на 8 надо нам головочку, мы их открутили стороночку пока их положим снимаем корпус воздушного фильтра. Кстати, сам фильтр воздушный вроде еще нормальный, чистый, возможно, хозяин ухаживает. И просто так вот за вот эту штуку, за дроссельную заслонку и за резиновый вот этот вот уплотнитель берем и вытягиваем карбюратор на себя. После этого здесь снизу будет шланчик у нас обратки, который идет к правилам, мы его снимаем и соответственно эту резиновую защиту тоже убираем. Далее мы снимаем стяги карбюратор и сразу же вот здесь перегинаем, потому что если сейчас снять, скорее всего, бензин прыснет, потому что в баке бензин под давлением. Вот так вот перегинаем и стягиваем. Потом берем какую-нибудь, я вот обычную головку такую беру, натягиваю, чтобы он не потек. Пепелу немножко в сторону. Карбюратор весь грязный. Вот. Сейчас сразу открутим прям сверху вот здесь крышку, чтобы нам зря время не терять и заглянем туда. Мембраночка наша. Очень прекрасные мы видим виды. Чем бы мне вам показать. Видите, здесь стоит сетка тонкой очистки, которая уже даже после фильтра у нас проходит бензин. И вот здесь вот стоит сеточка, он очищается. Вы видите, что здесь творится? Тут полная какого-то волосни, песка, непонятно чего. Как она вообще заводилась? Еще странно. Вот видите, это, конечно, кошмар. Скорее всего, в самом карбюраторе, я имею в виду вот сюда, даже лазить не надо. Сейчас мы здесь все вымоем, вычистим, соберем назад и будем заводить. Я не буду показывать, как я мою, я его сейчас брошу в ванну специально вибрационную, пусть она у нас немножко в ванне поваляется, отмоется. Вы просто можете обычным бензином все это вымыть, поболтать в бензине и произвести сборку, попробовать. Я сейчас все это сделаю, а потом продолжу съемку. Итак, я помыл карбюратор в специальной ванне. Как мы видим, сеточка наша как новенькая стала. Собираем назад мембрану, ставим крышечку и прикручиваем болтом, линтом. Вибратор как новенький. Теперь все это дело собираем назад в обратном порядке. Также ставим, натягиваем шланг, снимаем нашу заглушку и надеваем рычаг. Вот как оно и было. Теперь немного накидываем на болты карбюратор. Так. И натягиваем наш шланг. Туда, правда, подлезть, придется пальчиками вот так вот и натянуть. Вот. Опускаем его назад. Ставим нашу резиновую заглушку, чуть-чуть его вот так вот вытягиваем и туда опускаем. Немножечко здесь отверточкой подтолкнем. Все, вот он у нас на месте. Теперь мы берем крышку фильтра, немножко я вытрем. На место ставим. Так. И болтами, гайками прикручиваем. Сейчас соберем, пойдем выйдем. Скорее всего, человек так как сразу пришел, вряд ли он там лазил в карбюратор, что-то настраивал. Если он не сбивал заводские настройки, то скорее всего ничего не надо будет настраивать. Все должно работать как часики. Единственное, что я подумал, загрязнения были слишком большие. Фильтр топливный не мог их пропустить, если он работает нормально. Поэтому, скорее всего, фильтр поврежден. Возможно, дырявый. Вот. Или же, возможно, фильтр забит и человек пробовал заводить без фильтра. Возможен такой вариант. Но, чтобы не гадать, мы решили достать фильтр. И посмотрите. Да, фильтр еще, в принципе, даже и в неплохом состоянии. И, скорее всего, человек его просто снимал и заводил без него. По какой-то причине. Вот. Поэтому пока менять не будем. Но вы, если сомневаетесь, берите и сразу одевайте новый фильтр. Чтобы уже не заморачиваться. Он стоит там 150 рублей сейчас. И все. Так, сейчас пойдем заведем. Послушаем, как работает. Если необходимо, чуть-чуть подстроим. Ну, я думаю, тут все обойдется. Итак, вот он наш с вами партнер 350-й, на котором мы помыли карбюратор. Затратили на это 10-15 минут. И сейчас мы его попробуем заведем. Послушаем. Как я и говорил, даже нам не надо ничего настраивать. Скорее всего, человек заводил без фильтра. Фильтр был старый. Он решил поменять. А пока поработать без фильтра. Вот. Поэтому насосал столько грязи. А теперь все в порядке. Подписывайтесь на наш канал. Заходите на наш сайт. Всем удачи. Пока.